приветствую друзья и у нас с вами пустые баночки сегодня небольшой будет такой обзор пустых баночек и в основном это будут скорее коробочки значит начать хочу с химии значит порошок вот такой цветной обычный порошок ничего не могу сказать стираем вручную у нас сейчас машинка не работает и когда ее починят пока неизвестно вот у нас довольно редкая модель запчасти к ней сейчас не производится поэтому достать их довольно сложно в общем не знаю насчет машинки стираем вручную этот порошок не могу сказать неплохо не хорошо обычный порошок вполне доступная цена у него где-то в пределах 50 или даже в пределах 30 рублей точно не помню вот ну цветные вещи не сказать что он выводит пятна там или супер какой-то обалденный просто хороший порошок в общем такой нейтральный если как бы боитесь много потратить денег то можно такой взять и вот такая краска у меня было для волос сейчас куда-то потерялся краска сама не очень хорошая она по моему с перекисью и эффект от нее то есть если вы видите цвет такой баклажан на моих волосах это получилось что-то типа вишни хотя волосы у меня темные вот и в общем-то сам сама краска мне не понравилась на ней в ней в составе перекись но внутри был вот такой вот бальзам для волос вот он просто обалденный я вот к сожалению не нашла полноразмерную версию смотрела в интернете производят это в питере в санкт-петербурге какая корпорация производит честно говоря не помню но к сожалению у них нет такого геля для волос 0 как это называется бальзам для волос нету такой порно размер полноразмерной версии нету вот и в общем то если вы была вот где-нибудь найти просто обалденный бальзам был вместе с этой краской вот но краска отвратительная мне не понравилась а бальзам хороший вот это что касается химии дальше у меня будут в основном товары для животных поэтому если вдруг кому-то интересно будет сначала пакетики чтобы не шуршать когда у нас была крыса мы купили вот такую смесь крыса конечно ела ее просто обалденно но ура ей все нравилось так заднюю стенку покажу я так понимаю джейр фарм производитель и вот так выглядит этикетка когда крыса все таки отошла в мир иной скажем так осталось довольно много больше половины и у меня это ели морские свинки но ела только люся потому что жорик он на диете ему практически ничего нельзя вот если интересно я расскажу почему в отдельном видео поэтому это ела люсев она вполне довольна и все нравилось и он довольно дешевый и здесь большой объем так что это выгодная покупка была и корма в гранулах прессованных в принципе много не давала где-то по мере съедания то есть расход был ну наверное нам хватило где-то на полгода этой пачки это еще с учетом того что ела и крыса тоже значит вот такой корм беру его не первый раз но не сказать что он самый лучший все таки каждая свинья со своим характером и у меня две свиньи и у каждой свой характер но так как жорику нельзя такое ела только люся она ела не все подряд то есть здесь вот составе так вот состав хотите интересно почитать травяные гранулы воздушная пшеница хлопья люпина плоды рожкового дерева короб воздушный ячмень горох плющиной сушеная морковь плющиной ячмень воздушная кукуруза люцерна сушеная семена подсолнечника и фрукта олигосахариды что я вам хочу сказать все что плющиной ей нравится все что связано с овощами какими-то там плющиной горох морковка это все ей нравится сушеная морковь ей не нравится она ее оставляла короб тоже ей не понравился травяные гранулы у меня оба обе свиньи плохо едят поэтому посоветовать но не могу может быть это зависит от вашей свиньи от ее характера но мои свиньи выбирали что им поесть в общем то ну у жорика началась аллергия от этого корма всяких вкусняшек поэтому ему ничего нельзя вот и он на жесткой диете люся она все подряд есть и вот вот это ей не очень зашло вот предыдущий для крыс ей очень понравился больше так чтобы не шуршать дальше алискина мясной пир мы любим больше всего китикат еще вот две пачки видите еще ей нравится по моему телятина но если телятины нету то берем мясной пир еще с овощами тоже ничего но вот курица рыба это ей не нравится поэтому вот только мясной пир это две пачки одна большая 800 грамм вторая маленькая так это у нас ну где-то наверное на месяце за три брала вот такой вот виска с весной мы брали на дачу его по акции он был там сто с чем-то сто двадцать рублей правда здесь а нет плюс один до плюс один но поначалу алиске нравилось то есть как бы в начале даешь после например китика то она набрасывается ей нравится но потом наверное приедается и она вообще не подходит то есть если покупать такие то лучше чередовать еще с каким-то кормом то есть сухой корм варьировать разных производителей либо разные ну да скорее даже разных производителей потому что вот алиска она приедалась и вообще не подходила к этим подушечкам вкусным так что мы с ней чередуем также был вот такой корм тоже тоже брался по акции здесь кстати в этом было 800 грамм так вот этот он где-то в районе 90 у нас стоит но был по акции за 43 что ли здесь 400 грамм то же самое что с вискосом поначалу очень нравится но потом приедается видимо и она вообще не подходит то есть мы с ней чередовали с китикатом с любимым то есть то это то это и так оно как бы доелось но по сравнению с китикатом который можно класть и она его будет есть он не приедается вот эти вещи с вискос и вот это фрискис они приедаются поэтому я чередую с китикатом так это касательно больших химкостей так у жорика закончился вот такой киркулес он его обожает к сожалению в пропал этот киркулес и и сейчас можно сказать и жорик вообще на диете на совсем совсем диете потому что геркулес нигде невозможно найти как будто какой-то дефицит на геркулес вот в общем он вполне доволен именно этим пробовали разные он любит только этот не всегда он бывает поэтому когда бывает берем сразу несколько пачек так же для жорика поскольку люси питается обычным кремом кремом корма так дальше для жорика поскольку люся питается обычным кормом жорику нельзя такое то жорику я даю вот такие палочки где-то одна палочка в месяц, потому что все-таки у него аллергия и нельзя злоупотреблять. Значит, здесь были палочки витаминно-минеральные и фруктово-яичные. Конечно, он на них набрасывается, учитывая, что ему нельзя такое. И это только вот нам разрешил врач где-то раз в месяц давать вот такие витаминизированные палочки. А так, в принципе, ему такое нельзя. Но любой такой корм зерновой, если ему что-то дается, он набрасывается прям сразу. И, в принципе, они ему нравятся. Меня радует, что здесь есть и микроэлементы, и витамины, и яичные составляющие, и соли, и фрукты, и овощи, и, в общем-то, всякие минералы какие-то. Мне нравится, что здесь полноценный, такой, очень, очень изысканный даже в некотором смысле состав, интересный, полный состав. Вот, так что, как бы, Жорик получает все микроэлементы, пусть и раз в месяц. Вот. В общем-то, вот этими палочками довольны, все ему нравится. Единственное, что, несмотря на то, что сыроугодности у них в пределах нормы, при открывании, то есть, внутри коробки, есть вот такой вот фольгированный пакет. И при вскрытии пакета от палочек идет такой небольшой, как бы, затхлый, прогоркший запах. Вот. Это единственный минус, но, возможно, это просто неправильное хранение этих палочек в самом магазине или где-то на складе. А так, в принципе, свинье все нравится. Вот. Так. Что еще? Из кормешек, значит, довольно-таки давно кончились вот такие вот вкусняшки. Значит, горох плющеный, они обожают. Это все, что плющеное, это просто самая вкусная вещь на свете. Так что, горошек был съеден очень быстро. Дальше. Фруктовая смесь, это просто гранулы, спрессованные с, там, ягодами, фруктами. Ну, в принципе, ничего особенного, но в качестве вкусняшки несколько штучек в неделю можно давать. В принципе, фруктовая смесь им не очень понравилась. Вот, есть травяные подушечки, травяные подушечки тоже не очень понравились. Ну, съели, но ели долго. И, вот, у меня оказалась еще одна фруктовая смесь, есть еще такая же, только овощная называется смесь. Вот, овощные им нравятся больше. Так, и осталось у меня вот эти вот две штучки. Фитамины для кошек. Вот эти фитамины могу посоветовать. Я очень довольна ими. Пахнут рыбой. Ну, Алиска говорит, что вкусные. Она, ну, от них не отказывается, в отличие от других витаминов. То есть, эти съедаются сразу, моментально. Значит, брала я фитокомплекс и для выгонки шерсти, для иммунитета. Ей очень нравятся они. Ну, просто вот на ура и буквально с руки слизывает. просит еще, но нужно по штучке в день. Значит, и цена, кстати, доступная. Где-то они в пределах 100 рублей стоят за большую баночку. 50 грамм. Там внутри баночка. Мы еще доедаем. Они пока еще не совсем кончились. Но впечатление у меня очень хорошее. Мне они очень нравятся. И у нас в магазине пока только вот эти два вида для иммунитета и для выгонки шерсти. Я хочу попробовать еще другие. То есть, ну, насколько я знаю, есть еще другие варианты. Вот. Я хочу попробовать с ней другие варианты. Если найду где-то, то расскажу. Вот. И уже буквально на исходе у нас вот эти вот витамины в жидком виде. Мне тоже очень нравится. Могу порекомендовать. нам посоветовал врач. Шерсть становится мягкой, густой, шелковистой, блестящей. Проявляется недюжинный аппетит. То есть, начинает есть, если раньше она, дай бог, один раз в сутки ела, то сейчас она ест где-то три, иногда четыре раза. Все зависит от погоды, от настроения. Вот. Но могу эту штуку посоветовать. Действительно, очень хорошо работает, насыщает какими-то микроэлементами, вот этими всеми, что здесь указаны. Дарит какое-то возбуждение, что ли, кошка активна, она бегает, она веселится, она радуется, ей все нравится. вот, так что штука эта работает, мы еще пользуемся, но пользуемся уже где-то, наверное, месяца три, ну, два точно. Сейчас сентябрь, да, уже почти три месяца, у нас только пол флакона израсходовалось, и, в принципе, я могу сказать, что действительно вещь хорошая, так что, если вдруг у вас животное, собака или кошка рожали, либо перенесли какую-то болезнь, и организм у них ослабленный, вот эту штучку советую, очень хорошая, и довольно легко с ней обращаться, то есть, это жидкость, она без вкуса, без какого-то запаха, цвет у нее такой, похож на черный чай, на заварку, такого темно-коричневого цвета, она просто добавляется несколько капель в мягкий корм, и перемешивается, кошка даже не замечает, что в еде что-то есть, и при этом состояние ее улучшается, так что, вот эта вещь, это просто супер, вот, так что, вот такие были пустые баночки, надеюсь, было интересно, ставьте пальчик вверх, пишите комментарии, подписывайтесь, если вы еще не подписаны, и увидимся в следующих видео, пока-пока!